Фёдор Матвеевич, местный егерь, сегодня проснулся раньше обычного. Капризная весенняя погода менялась каждый день, а от этого стариковские косточки крутила, лишая сна и покоя. «Эх, а ведь сегодня ещё за пенсией идти надо, а я тут расхворался», подумал Матвеевич, бросив взгляд на календарь. С трудом встав с постели, старик первым делом растёр суставы с надобьем из целебных трав, чувствуя, как растекается по телу приятное тепло, Матвеевич почувствовал себя гораздо лучше. «Спасибо тебе, Зоя. Руки у тебя золотые», мысленно поблагодарил соседку Фёдор Матвеевич. Зоя Никитишна была лучшей целительницей в деревне. Подсоседски она иногда помогала Матвеевичу, у которого в силу возраста накопилась целая куча болячек. То спину разотрёт, то отвар лечебный приготовит. А кроме неё, больному старику и помочь то было некому. Матвеевич был одиноким вдовцом, живущим в старом домике, который при сильном ветре наклонялся. Крышу подлатать надо, да и пол кое-где прохудился. Мне бы помощника, мы с ним быстро всё починим. Деньжат у меня немножко есть, я с пенсии откладываю. Руки уже не те, боюсь, сам не управлюсь. Говорил старик председателю, надеясь на его содействие. Но тот лишь руками разводил и жаловался, что свободных людей сейчас нет. Но как только будут, он их обязательно направит к Матвеевичу. Как известно, обещанного три года ждут. Так и старый егерь ждал, с каждым днём всё меньше надеясь на обещанную помощь. Выпив чаю, Матвеевич засобирался на почту за пенсией. На обратном пути старик хотел ещё зайти в магазин, чтобы сразу купить необходимых продуктов на месяц. Он так поступал всегда, потому как времени на ежедневные походы за покупками у него попросту не было. В посёлке все знали, что весной егерь не принадлежит сам себе, и для него это самое хлопотное время в году. Хоть и стояла весна, но на улице ещё была ветреная и зябка. Старательно обходя лужи, старик брёл по улице. Вдруг со стороны придорожной канавы раздался негромкий писк, переходящий в жалобное повизгивание. Старик удивлённо повернул голову и прислушался. Странный всхлип снова повторился. Матвеевич подошёл ближе и увидел, что в канаве барахтается щенок. Несчастный зверёк был очень слаб и грёб лапками из последних сил, стараясь не утонуть в грязи. «Эй, ты что тут делаешь, малыш?» Взволнованно спросил старый егерь, вытаскивая бедолагу из воды. Подняв малыша повыше, Матвеевич увидел, что у щенка-овчарки задняя лапка была чуть короче другой. У старика на глазах навернулись слёзы. «Понятно, избавились от тебя, значит. И как таких людей земля носит?» прошептал Фёдор Матвеевич, прижимая щенка к себе. За пенсией они пошли уже вместе. За пазухой у старика малыш согрелся и, высунув мордочку, с интересом смотрел на окружающий мир. Судьба, которая так жестоко обошлась с ним, подарила щенку второй шанс. Поэтому на протяжении всей обратной дороги щенок с благодарностью облизывал Матвеевичу щёки и касался шею влажным носиком. Старик заливался весёлым смехом, ловя себя на мысли о том, что ему давно не было так радостно на сердце. Получив пенсию, Фёдор Матвеевич зашёл в магазин, где помимо основных продуктов купил молочка и обрезки мяса для щенка. «Ну вот, теперь и домой возвращаться можно!» Улыбнулся старик, поглаживая щенка по холке, отчего тот радостно заурчал. Нагрев воды на печке, Матвеевич искупал найдёныша и оттёр от грязи. К его удивлению, малышу очень понравилось купаться. «Ух ты, пловец какой! Как же мне назвать тебя? А давай будешь амуром!» «Река такая есть, служил я там в молодости», — сказал старик, наблюдая за реакцией питомца. Тот, услышав своё имя, радостно тявкнул и принялся вилять хвостом. «Ну вот, понравилось значит!» — удовлетворённо, — сказал Матвеевич, выставляя перед питомцем тарелку с молочком и сухариками. Голодный щенок с жадностью урча накинулся на угощение. На сердце у старика сразу стало легко и радостно. Матвеевич, конечно, редко жаловался, но его очень тяготило одиночество. А теперь вместе с амуром ему было хорошо. Пёс быстро рос, и вскоре его врождённый дефект лапки стал незаметен. Фёдор Матвеевич брал амура с собой в лес, приучая к природе, но молодому псу больше нравилось гонять белок и зайцев. «Балуешься, малец! Ничего, подрастёшь, я из тебя настоящего следопыта сделаю. Все охотники будут завидовать!» — приговаривал Матвеевич. Амур стал для старика не просто верным другом. Он стал для него членом семьи, с которым Матвеевич разговаривал на равных. «Ну что, амур, пойдёшь со мной в райцентр? Или на хозяйстве останешься? Только смотри, кошек не обижай, а то соседи ругать будут!» Амур, словно в подтверждении его слов, завилял хвостом и призывно гавкнул. «В город, говоришь, хочешь? Ладно, сейчас только отчёты соберу», — заулыбался Матвеевич, радуясь тому, что не придётся путешествовать одному. Драйцентра было около 30 километров, но с верным другом дорога всегда кажется короче. Амур уже не первый раз был со стариком в городе, поэтому знал, как вести себя среди большого скопления незнакомых людей. Подойдя к управлению охотничьего хозяйства, Матвеевич тихонько сказал Амуру, «Посиди здесь, я быстренько бумажки отнесу». Пёс разочарованно вздохнул и улёгся около входа, наблюдая за прохожими. Матвеевичу, который хотел вернуться как можно быстрее, всё же пришлось провести в управлении не менее часа. А когда он вышел на улицу, то увидел рядом с Амуром мальчика лет восьми. Мальчик выглядел очень худеньким и бледным, а его ветхая одежда состояла из одних заплаток. «Дедушка, не ругайся! Можно я с собачкой вашей поиграю?» — испуганно спросил ребёнок. «Да можно, конечно! С чего мне ругаться? Играй на здоровье! А ты почему один? И где твои родители?» — обеспокоенно спросил Матвеевич. «Ничей я, дедушка! Мамы с папкой нет, а тётя Тамара, как выпьет, так сразу за ремень берётся. Так что же это, на неё никакой управы нет!» — спросил Матвеевич. «Нет, дедушка! Сирота я, и дела до меня никому нет!» — тихонько сказал мальчик. «Так! Ну ты не грусти, давай я тебя накормлю для начала, а там видно будет. Меня Фёдор Матвеевич зовут, а это Амур, мой пёс!» — сказал старый егерь, беря малыша за руку. «А меня Пашка зовут?» — ответил мальчик, смеясь от того, что Амур лизнул его в щёку. Матвеевич купил малышу небольшой пакет продуктов. «Ну вот, Пашка, кушай на здоровье и береги себя! А нам с Амуром возвращаться нужно! Мы в Сосновке живём, километров тридцать отсюда! Наша электричка скоро отправляется!» Извиняющимся тоном произнёс Матвеевич. «Спасибо, дедушка! Приезжай ещё и Амура с собой бери!» — сказал на прощание мальчик, прижимая к груди пакет с едой. Приехав в посёлок, Фёдор Матвеевич принялся за свои обычные дела, которых у него всегда хватало. Так вышло, что у старика никак не получалось вырваться в район, хотя ему очень хотелось повидаться с Пашкой. Но вскоре случилось событие, которое изменило жизнь не только Матвеевича, но и Амура. Как-то вечером в окно Игоря постучали. Амур сразу навострил уши и радостно заскулил. Открыв дверь, Матвеевич едва смог сдержать удивлённый крик. «Пашка, ты как здесь оказался?» «Сбежал я от тётки, дедушка Фёдор. Добрался на попутки. Ты же мне посёлок назвал тогда, а я на месте спросил, как тебя найти. Вот мне и подсказали. Да ты настоящий герой, Паша. Проходи, накормлю тебя с дороги. Смотри, как Амур тебе рад». Заботливо сказал Матвеевич, глядя, как пёс прижимается к мальчику, облизывая его с ног до головы. Когда Пашка поужинал, старик сказал. «Оставайся ты со мной, милый. Место для тебя непременно найдётся. Хватит тебе по вокзалам скитаться». После слов старика Пашка радостно вскрикнул и бросился к нему в объятия. Теперь Фёдору Матвеевичу добавилась новая забота, но он не жаловался на судьбу. К маленькому Паше старик относился как к внуку, стараясь передать ему свои знания о природе и любовь к лесу. Ежедневно мальчик вместе с Амуром и Фёдором Матвеевичем ходили в лес, где вместе подкармливали лосей, вешали кормушки для птиц и убирали браконьерские капканы и ловушки. Незаметно прошёл год. Пашка привык к поселковой жизни, а благодаря Матвеевичу чувствовал себя в лесу, как дома. Но мальчик не мог знать, что идиллия счастливой жизни вскоре закончится. Его тётка Тамара, которой не понравилось, что мальчик перестал попрошайничать на вокзалах и приносить деньги на выпивку, обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних. Так в деревне оказалась целая делегация, состоящая из работников службы опеки, детских психологов и воспитателей. Несмотря на то, что Матвеевич был против, Пашку забрали в детский дом. Но позвольте мне подать документы на опекунство. Мальчик стал мне как родной. Утирая слёзы, просил старик, в надежде на то, что в комиссии пойдут ему навстречу. Но работница службы опеки отказала Матвеевичу в его просьбе, нагло бросив на прощание, «Дед, тебе о похоронах думать нужно, а не детей усыновлять». Услышав эти слова, старый егерь устал и опустился на лавочку, обхватив голову руками. Пашку забрали против его воли, невзирая на слёзы и мольбы мальчика, которому так хотелось остаться в посёлке вместе с Амуром и дедом Федей. Верный пёс долго бежал за машиной, увозящий Пашку в городской приют. Матвеевич проплакал весь вечер, жалуясь соседке Зое на злую судьбу. Женщина, стараясь облегчить его душевные страдания, утешала его, как могла. Но, несмотря на все усилия, Матвеевич чах на глазах, тоскуя по мальчику, ставшему ему родным. Те, кто знали старика раньше, с сожалением отмечали, что его глаза потускнели, и в них нет больше радости. Наверное, потрясения и душевные переживания в конец подкосили здоровье старика. А вскоре, прохладной осенней ночью, во дворе старого Игоря жалобно завыл Амур, который таким образом выражал горечь о потере своего единственного хозяина. Фёдора Матвеевича в последний путь провожали всей деревней. Старика в посёлке любили, поэтому каждый старался отдать ему дань уважения. Пёс Амур смерть хозяина воспринял тяжело. Тоскующий пёс стал жить у его могилы, оглашая горестным воем окрестности посёлка. Сердобольные жители деревни, видя, как сильно похудел пёс, приносили ему покушать, но Амур был абсолютно равнодушен к еде, почти не притрагиваясь к угощению. Так продолжалось три месяца. И все уже решили, что пёс умер, но это оказалось не так. Амур, шатаясь от худобы и горя, пошёл в город. В его голове засела только одна мысль — найти Пашку. Не зная города, пёс скитался по улицам в надежде услышать знакомый запах или голос. Большинство прохожих сторонились его или покрикивали, принимая за бродячую дворовую собаку. Но однажды у привокзальной кафешки Амур услышал приятный женский голос. «Эй, бедняга, иди сюда, я покормлю тебя. Ты чего так отощал?» Вильнув хвостом, пёс осторожно подошёл к девушке. «Вот, кушай, а то едва на ногах стоишь», — прошептала официантка, поглаживая пса по спине. Девушку звали Настя, и пёс ей очень понравился. У неё в детстве был такой же, но его сбил грузовик. Подкрепившись, пёс лизнул девушку в руку и потёрся о её плечо. «Ну иди, иди, милый. Вижу, ведь спешишь куда-то. Приходи ещё, буду рада», — сказала на прощание Настя, которая в глубине души верила, что пёс вернётся. Но Амур появился лишь через неделю, причём не один, а с маленьким мальчиком. Как выяснилось, всё это время пёс исследовал город, пытаясь найти своего друга. Пашку Амур увидел случайно, когда мальчик вместе с другими воспитанниками детского дома отправился на прогулку. Пёс подбежал к дырке в заборе и начал лаять. «Амур? Это же Амур!» — закричал Паша, бросившись к ограде. «Милый мой, как же я рад тебя видеть!» — шептал мальчик, протягивая руки к псу, который, радостно повизгивая, был на седьмом небе от счастья. В тот же день Пашка перелёз через забор и отправился гулять с Амуром. К его удивлению, пёс настойчиво вёл его к какому-то месту, известному лишь ему одному. Удивлённо взглянув на здание, Пашка шутливо спросил, «Ты что, Амурчик, поесть решил?» Вместо ответа пёс призывно гавкнул, и через пару минут из кафе вышла радостная Настя. «А да ты гостей привёл», — весело сказала девушка и угостила Пашку сладким пирожком. Затем она вынесла питомцу пару косточек из столовой и присела рядом на скамейку. «А я ведь тоже детдомовская, малыш. Я наших сразу вижу. Голодный ты и на пирожок сразу накинулся», — сказала Настя, «Поглаживая Пашку по голове. Ей была жаль мальчика, в котором она видела себя много лет назад. Она была такой же испуганной девочкой-сироткой. Услышав это, Паша расплакался и рассказал Насте о всём. О Фёдоре Матвеевиче, о приюте, о своей дружбе с Амуром. Девушка обняла мальчика, пытаясь его успокоить и отвлечь от грустных мыслей. С тех пор Амур стал жить рядом с кафешкой, поселившись в пустой коробке от телевизора. Иногда добрые посетители угощали его сосиской или кусочком хлеба, но, в основном, всю заботу о Псе взяла на себя Настя. Пашка навещал питомца каждый день, несмотря на то, что воспитатели запрещали ему покидать стены приюта. Со временем Амур стал местной достопримечательностью, отгоняя от кафе пьяниц и бродяг. «У нас теперь свой охранник имеется», — говорила хозяйка кафе, которая гордилась таким умным псом. Однажды Амур увидел, как трое уголовников напали на парня в тёмном переулке. Завязалась драка, в которой у несчастной жертвы было мало шансов. Амур, бросившись в гущу схватки, яростно обнажил клыки. Понимая, что перевес теперь не на их стороне, уголовники сбежали, оставив окровавленного парня лежать на земле. Амур заботливо лизнул его в лицо и потянул за рукав. Шатаясь из стороны в сторону, несчастный парень, доверив свою жизнь псу, отправился за ним. Странную парочку издали увидела Настя, которая выбежала на помощь. Поддерживая парня под руки, она усадила его на лавочку и помогла умыться. Придя в чувство, незнакомец рассказал, что его зовут Гриша, и он приехал из сибирской глубинки. Парень хотел устроиться на стройку, но на него напали грабители, отняв документы и деньги. Теперь Григорию ни на что было жить, и он не знал, что делать дальше. Настя предложила несчастному парню свою помощь. «Я снимаю жилье в центре, там тесновато, но на первое время перебиться можно, если не против, конечно. Да я с радостью, я вас не стесню, я все отдам, сейчас вот только на работу устроюсь». Взволнованно ответил Гриша. Несмотря на протесты Насти, которая хотела, чтобы он хотя бы пришел в себя после нападения, Григорий сразу нашел работу, как и обещал. Как выяснилось, парень был неплохим каменщиком, и вскоре на стройке его заметили, давая ему высокооплачиваемую работу. Желая отблагодарить девушку за помощь, Григорий каждый день дарил ей букет цветов. Стоит сказать, что не забывал он и об Амуре, покупая ему самую большую косточку в мясном павильоне. Незаметно для них самих между Григорием и Настей завязались отношения, которые со временем переросли в страстный роман. Трудолюбивый парень восстановил утраченные документы и, чувствуя взаимную симпатию со стороны Насти, предложил ей руку и сердце. Присутствовавший при этом Амур радостно гавкнул, словно одобряя их выбор. «Смотри, правду говорит», — улыбнулась Настя и ответила согласием. Свадьбу сыграли скромно, ограничившись росписью в ЗАГСе. У молодоженов впереди были планы, главным из которых было усыновление Пашки. Настя и раньше хотела это сделать, но комиссия по усыновлению, ввиду того, что девушка была одинока, не одобряла ее прошение. Стоит сказать, что все задуманное молодые выполнили. Через год, когда Григория повысили настройки до должности прораба, они смогли въехать вместе с Пашкой и Амуром в новый дом. Трудолюбивый супруг взял для этих целей кредит в банке. Теперь у Пашки и Амура появилась настоящая семья, в которой их любят и больше никогда не выгонят на улицу. Настя иногда подшучивает по этому поводу, называя Амура псом-сводником. Мудрый питомец при этом щурил глаза и нежесть на солнце, думал, что хозяйка на самом деле не так уж и далека от истины. Хотя, по большому счету, это не так уж и важно. Ведь главное то, что все в его семействе счастливы и обрели любовь и нежность, которых были лишены в жизни. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.